Спасибо, Герман Оскаревич. Я скажу, может быть, вначале банальную вещь, но она выглядит как неразрешимая проблема. Первое, что нужно сделать, это во всей нашей системе управления и государственной, и частной поднять ответственность. Ответственность лиц, которые распоряжаются ресурсами, принимают решения и как-то эту политику формируют своими действиями во всех сферах нашей жизни. Ну, Алексей Улюкаев уже сегодня прокомментировал только что проблему несоответствия целей и действий. И возникает вопрос. В первую очередь для системы госуправления. Если цели поставлены, конечно, каждый чиновник должен отвечать за их достижения. Скажем, если поставлена цель президентам по индикаторам роста производительности труда, количеству высококвалифицированных рабочих мест и так далее, и так далее, эти цели должны быть развернуты в соответствии с общей логикой системы управления, соответствующие меры, инвестиции и так далее. В госсекторе действительно 50% экономики сегодня госсектор. Много или это мало? Вопрос не в этом. Вопрос в эффективности, как он работает. Если в частном секторе собственник ставит какие-то планы и задачи, утверждает бизнес-планы, отвечает за привлечение инвестиций, делегирует менеджменту возможность принимать решения в рамках определенных условий, то и государство, как собственник, тоже должно ставить цели, планы, задачи. И госсектор без каких-то плановых индикаторов, без показателей, по которым может оцениваться работа госкорпораций или госфондов, тех же венчурных компаний, которые нам нужны для инновации, тоже работать эффективно не может. Когда и так мало денег, они выделяются, скажем, для финансирования инноваций, и они не тратятся, а размещаются на депозитах. Это пример, когда люди, назначенные в госсекторе за управление, не понимают, что им нужно делать, потому что над ними ничего не капает, как говорится. Над ними нет системы показателей, будь то хотя бы индикативного планирования, по которым с них должны спросить. Наконец, частный сектор. Когда мы предлагаем меры по расширению кредита в экономике, по снижению процентных ставок, по расширению инструментов рефинансирования, нам говорят, деньги украдут. Я говорю, как так? Даже в госбанках украдут, даже говорят, там украдут. Но это же не разговор. Частный сектор тоже нуждается в определенной системе ответственности. Я никогда не поверю, что крупный банк, который регулируется большим количеством нормативов со стороны ЦБ, может так взять и украсть деньги, которые получил по схеме рефинансирования под какие-то задачи, под спрос на эти деньги со стороны производственных предприятий и тому подобное. Поэтому первое, что нам необходимо сделать, это кардинально поднять систему ответственности во всех контурах управления. Те цели, которые поставил президент в своих статьях, известных и указах от 12 мая позапрошлого года, по нашим оценкам предполагают выход на темпы роста не менее 6%. Возможно достичь таких темпов роста в российской экономике? Я отвечаю, что да, возможно. У нас нет ограничений по производственным мощностям. Порядка 30% производственных мощностей простаивает в среднем. У нас нет ограничений по трудовым ресурсам. На многих предприятиях избыточная занятость вследствие низкой производительности труда. Уж у нас точно нет ограничений по природным ресурсам. И у нас нет ограничений по человеческому капиталу, судя по тому, сколько наших специалистов работает в Силиконовой долине и в других местах сосредоточения хай-тека в мире. У нас есть ограничения по финансам. Это парадоксальная вещь. Страна, которая имеет сегодня положительное сальдо в торговом балансе под 200 миллиардов долларов, длительное время является донором мировой экономики, примерно по 100 миллиардов долларов трансфер ежегодно идет в мировую экономику от нас, не может организовать у себя длинный кредит. И не просто не может, а вообще даже этим не занимается. Поэтому, когда мы сравниваем ситуацию в Германии, например, даже российский бизнесмен может взять в лизинг оборудование под полпроцента годовых на 10 лет, а у нас просто такого инструмента нет в природе. Ни десятилетних кредитов, ни таких процентных ставок, ни таких механизмов. Условия работы по финансовым ресурсам хуже в 10 раз, даже в 100 раз, на два порядка. Для того, чтобы организовать кредит, не нужно изобретать велосипед. Можно воспользоваться и европейским послевоенным опытом рефинансирования коммерческих банков под обязательства производственных предприятий, воспользоваться японским опытом кредитования через банки развития, китайским современным и так далее, и так далее. Но все эти инструменты требуют очень высокой ответственности в управлении деньгами. И последнее, о чем я хочу сказать. Мы уже устали говорить про инновации, про научно-технический прогресс, который является основой повышения конкурентоспособности и современного экономического роста. Но есть сегодня очень серьезная специфика, которая заключается в том, что мировая экономика находится в больших структурных ловушках. Мы сегодня наблюдаем колоссальные структурные изменения, когда по сложившимся технологическим траекториям определились пределы роста. Мир переходит к новому технологическому укладу. Это колоссальные структурные перемены, которые требуют очень серьезных усилий, в том числе со стороны государства. Это время неопределенности, которое нужно снимать через субсидирование НИОКРов. Это и через льготную амортизацию. У нас резервы здесь огромные, до 5 триллионов рублей. У нас сегодня может быть через амортизацию запущено в инвестиции. Это период неравновесности. Для перехода к новому технологическому укладу требуются большие инвестиции. Норма накопления должна быть повышена как минимум в полтора раза. И такие возможности у нас с точки зрения нормы сбережения есть. Это фактор большущей неопределенности и неравномерности. Новый технологический уклад растет с темпом 35% в год. И очень важно понимать, где эти точки роста. И здесь без стратегического планирования, увязанного с институтами развития и с системой гибкого, дешевого, долгосрочного кредита, нам не обойтись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова